Всем привет, с вами Дэйм Архитект, и это обзор на игру Драк Баттл, а вернее на то, что принесли в неё обновление 0.8.0 и 0.9.0. Я постараюсь разложить всё по полочкам и сделать максимально понятно, поскольку я видел в группе много вопросов, ну и мало кто собирается на эти вопросы отвечать. Как мы знаем, модерация у нас очень такая гордая. Ну что ж, начнём с нового автомобиля, введённого в 0.9.0 как пакет за 60 голосов в оборужении марчелага с LP670-4 супервилочи. Я уже делал обзор на её стоковую версию, ссылочка в описании. К сожалению, обзор не удалось загрузить на YouTube, поэтому посмотрите ВКонтакте. Вот. Собственно, при установке нагнетателя, мощность автомобиля увеличивает 1400 лошадиных сил. И с азотом её время 7.66 секунды, но это именно моё время, то есть 62 место. Самая быстрая марчелага у нас сейчас в топе на 21 месте. Время 6.683 тысячных. И на ней заменены колёса, а со стоковыми колёсами лучшее время 7 секунд ровно. Собственно, фару так и не исправили. Прошло уже 2 дня. И тормоза также всё ещё так и не исправили. Хочу заметить, что всё-таки исправили название коллектора. Теперь он тоже в 12-м ручелага LP. Я в ней заменил дифференциал, поставил нагнетатель и поставил подвеску кайловера. Хотя я не знаю, зачем я это сделал, это не дало мне так много времени, я даже не уверен вообще, что это не выиграло время. Просто немного разный стиль старт на разных подвесках. Ну, сейчас я покажу вам, как она едет без азоток. Вот он. Естественно, подмиле я её не настраивал. И тут вы уже окончательно определитесь, наконец, стоит брать эту роскошь или нет. Как вы успели заметить, слегка изменено в игре освещение. Теперь краски стали более живыми. Машина стала вот здесь вот, в этом месте, и синя-чёрной. Сама она стала переливчатой, несмотря на то, что краску не глянется. Ну и в целом, новое освещение мне нравится. Оно было введено, сколько я помню, ещё в обновлении 0.8.0. Как вы помните, в обновлении 0.8.0 двигатели были понёрпшены, и осечку можно было устанавливать в определённых пределах. В обновлении 0.9.0 была введена новая система запчастей. Это новые ресиверы и, соответственно, коллекторы. Теперь вместо привычных нам LR, LR+, HR и MR. Ну, в случае с HR выпуска был Юни. И в связи с этим, кстати говоря, его не переименовали. Тот, который именно стоит на машинах, в магазине его переименовали. Так вот, теперь у нас на выбор. Apex, HKS, Grady, Toda, Blitz, Kumei, GT-Spec и Kokimoto. Было множество вопросов. По поводу того, а какой же ресивера не выбрать на мою Tarantay? Ну, давайте посмотрим. Значит, так как у нас изменились обороты двигателя максимальные, то мы, соответственно, должны выбирать ресивер именно по ним. Ресивер тем лучше, чем выше у него давление на нужном нам участке оборотов. Соответственно, если у нас двигатель крутится до 5,5 тысяч, как у нашей копеечки, скажем, но переключаться мы будем, скажем, на 4,5 тысячах, даже на 4 тысячах, да, нам подойдет Apex. Ну, для Viper, который переключится до 5,5 тысячах, нам подойдет, скажем, HKS. Как вы видите, у него как раз график идет до 6 тысяч, так более-менее без падения давления. Ну, соответственно, для Nissan GTR нам подойдет либо Grady, либо Tode. Потому что двигатель у него крутится до 7,5 тысяч оборотов. И как раз вот в этих местах у них и кончается. Ну, я, в принципе, сторонник Tode. Подойдет нам и Blitz. Это также неплохой вариант. Ну, собственно, вы сами должны сопоставлять график с теми оборотами, на которых вы ездите. То есть, ходовой оборот до переключения. То, что после переключения у вас там все это резко говно падает, это вас волновать не должно. И не обращайте внимание на цену. Цена это, как бы... Сейчас-то уже не показатель, хороший это ресивер или плохой. Ну, как я уже говорил, то же самое относится и к коллекторам. Теперь у нас есть Apex, HKS, Grady, Tode, Blitz, KTM, GTS, Pega, Kokimoto. Но, чем отличается коллектор от ресивера? В коллекторе давление чем меньше, тем лучше. То есть, чем меньше в коллекторе давление, тем больше из машины будет выходить выхлопа. Ну, и, соответственно, тем больше она сможет забирать воздуха через великий ресивер и смешивать его с топливом. То есть, тем мощнее будет ваша машина. Я уже в этом убедился на примере моего Мерседеса, у которого мощность выросла на 20 лошадиных сил после замены ресивера и коллектора. Хочу заметить, что добавлено, наконец-то, возможность рискнуть при покупке. При риске при покупке вы теперь, как и трансмиссию или турбину, получаете ресивер или коллектор, либо плюс 3, плюс 2, плюс 1, либо минус 1, минус 2, минус 3. Ну, вот в этот раз мне очень повезло, мне выпал с первого раза. Коллектор плюс 2. Как вы видите, повышает эффективность на низких, на средних, и повышает эффективность на высоких оборотах. То есть, соответственно, будет чуть ниже эта планка графика, и наша машина будет ещё чуть мощнее. Опять же, меня беспокоит проблема по поводу штамповки, а именно по поводу чёрных центров штамповки. Вы видите, вот эта вот центральная часть диска, она чёрная. Ну и не только на штамповке, но на некоторых других колёсах тоже такая проблема есть. Я не знаю вообще, откуда это взялось, что с этим делать, куда это девать. Такой проблем нет, только у дисков гексары. Поэтому и наша администрация также с этим разберётся. Как обещал разобраться ещё в обновлении 090, ну то есть, когда было обновление 080, у некоторых автомобилей текстурочки у нас потекли. Потекли в каком смысле? Вот, собственно говоря, Toyota. Toyota, GT86 Хочароку. И вы видите, что она... У неё немножко неправильное сидение, потому что на месте сидения у нас текстурь дверей, руль у нас вообще белый. И сама машина смотрится внутри очень стрёмно. И чтобы вы не думали, что это бак автосалона, я вам покажу также свою Хочароку, у которой всё абсолютно точно так же. Через одно место. Ну, помимо Хочароке, такие проблемы наблюдаются ещё и у пары машин. Стоит заметить, что после обновления салона Копейки у неё пропал мотор. Так что, граждане и товарищи, не снимайте с неё капот, если вы не хотите увидеть пустоту и кусочек салона. Кстати, аналогичным образом, как в обновлении 080, опять были понёрфлены двигатели. В этот раз их понёрфили не по отсечке, а по мощности вообще. Вот GTR вносит не бактов запуск, но у меня аналогичная, как GTR начинка, сейчас стоит на доджевайпере. Если до обновления он со всей этой комплектации развивал 1720 лошадиных сил, то сейчас он развивает 1360 лошадиных сил на неполных настроях. На полных настроях будет 1480. Помимо того, что сменилась мощность, в автомобиле время опять ухудшилось. Хотя вот, например, у Субарика мощность была 1120, сейчас стала 1140, но время ухудшилось на полсекунды. С чем это связано, я понятия не имею. Ну, также были добавлены новые текстурки для колёс, для резин типа Sleek. То есть вы видите, у вас спортивная резина. Сейчас он загрузится. Как видите, Sleek у нас теперь абсолютно гладкий. Сегодня есть спортивная резина. Значит, каких автомобилей изменения коснулись меньше всего? Ну, в первую очередь, изменения меньше всего коснулись дюйт или четвёртого уровня корчевателя. Третий уровень корчевателя, я не знаю, что с ними. Так вот, Мерседес у нас выдаёт на моно-турбо 340 лошадиных сил. Это очень неплохой показатель. И Субаровский двигатель как выдавал 440 лошадиных сил, так он их и выдаёт. На копейки, например, вот. Диктли EJ-257. Две турбины, КИ-22. И почти что без настроек он выдаёт 440 лошадиных сил. При покупке деталей обращайте внимание на их вес. То есть, если вы, скажем, покупаете в разделе тюнинга дифференциал на вашу любимую копеечку, то, смотрите, настраиваемый дифференциал, он, конечно, здоровский, что он настраиваемый, что у него высокий КПД, но он весит 33 килограмма. А для полного привода аж 40 килограммов. В момент этого, если вам нужен, например, дифференциал с передачным числом 4,2, скажем, то вы можете взять дифференциал для коробки Е-150 ТЭП. И КПД будет всего на 1-2% меньше. Если вы дискнёте, может, он будет ещё и больше. При этом он обойдётся вам дешевле, и он будет весить гораздо меньше. Так что не отчаивайтесь, обновление это было очередное. Сделана игра только интереснее, как мне кажется. С вами был DMArchitex. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, смотрите видео по ссылке. Всем пока. Пока.